у нас время уже около часа 25 градусов прохладный ветер я немного пропала не могу как-то себя собрать в кучу было несколько причин но основная наверное это то что как-то резко наступила осень так мы хотели чтобы уже не было жарко но идет какая-то перезагрузка сейчас отношение к саду и к огороду потому что как-то резко 1 сентября у нас как будто бы выключили тумблер по подаче горячего воздуха в нашу местность и как-то резко наступила осень вот прохладные ночи уже 14 15 бывает даже градусов и все мысли уже о том как нужно сворачивать все дела саду и в огороде просто пока жарко было казалось что лето еще впереди еще все это будет спеть и долго-долго мы будем собирать все эти урожаи сейчас уже понимаешь что нужно потихонечку начинать сворачивать все и готовить сад и огород к зиме сейчас просто пройдусь вот здесь по этому участку я еще его не трогала работы здесь не так много но уберу сорняк покажу вам растения которые здесь растут и как они сейчас выглядят взяла свои любимые инструменты ножницы и чапочку и вот перчатки которые его в роли покупала я ими пользовалась всего ничего вернее я не делала ими какую-то там грязную работу смотрите как они себя повели вот это все отстала здесь дырки в общем так вот эти перчатки себя ведут когда пользуюсь всеми даже не так активно взяла еще такие теперь хочу попробовать это чтобы просто не скользила рука чтобы не травмировать пальцы чтобы мозоли было меньше вот хочу еще такие попробовать те стоят всего 9 гривен эти 24 кажется были у нас как начала снижаться температура и пошли дожди вечером были дожди несколько раз уже вот и обязательства в саду и в огороде тоже поменялись сейчас я уже не поливаю каждый день смотрю по состоянию когда прохладная погода то не такой нужен обильный полив а вот и здесь в этой клумбе что я камни вкапывала видите в принципе такого большого сорняка нет только вот этот почерпокровный который у нас поселился по всему участку и он конечно везде распространяется сейчас я буду с ним бороться так дорожки они все-таки не дают сорняку расти и достаточно чисто с камнями еще сегодня будет покос травы уже пора она уже не так тоже растет осенью очень медленный рост но все равно надо держать ее короче рожай и борщевую приправу трава уже покошена сразу порядок так уже почистила еще чуть-чуть не осталось посмотрите тут работала работала вот такая у меня красота цветет знаете как называется безвременник он действительно цветет когда его вздумается сейчас я его никак не ожидала красота вот так все без сорняков теперь я осматриваю растения какие нужно подправить барбарисы уже обрезала смотрите срез был зеленый прошло несколько дней и они приобрели тот цвет который в них заложен хвойные практически никакие не трогаю кстати я их формировала 8 мая прошло уже четыре месяца и принципе они весь летний сезон держит форму ничего особо не выбилось аккуратно все криптомерия сосны все так же стоят на ножках все нормально единственное что здесь я недавно вот эту тую подстреливаю чуть-чуть выпадают веточки просто самые-самые которые прям вылезли их чуть-чуть подрежу а так особо ничего трогать не буду она уже так запушилась и держит форму которые придала так тоже был такой большой шарик и не надо было сдержать рост этой той и что в принципе все остальное нормально себя чувствует единственное что надо подрезать так это вот эти бересклеты которые у меня растут по типу вот этих самшитов вот эта дуга переходит сюда пока здесь еще не завершенная фигура но мне ее надо сейчас немножко подровнять во-первых надо высоту здесь и здесь сделать одинаковые поэтому я буду сейчас вот так вот прям чикать я делаю все визуально на глаз вижу что они уже эти кустики выросли и стали выше чем самшита поэтому вот так вот режу кстати в этом году бересклеты тут хорошо себя чувствуют вот вот тоже были бересклет страдает бересклет страдает белокрылкой вернее белокрылка по нему страдает не может без него без бересклета так срезаем делаем ровную поверхность тут у меня посажены еще вот кустики высаживаю маленькие брала веточки и укореняла вот и вот они как бы у меня тут в два ряда вот так посажены но этим надо еще развиться чтобы была такая же дуга как и здесь вот так маленькие кустики тоже сверху подровняла чтобы верхушка была плоской тогда они равномерно будут расти и вот здесь мне надо сейчас вот эту часть вот так тоже дугой подрезать чтобы то что выпадает вот здесь например оно было в линию ну тут практически ничего не надо делать немножко совсем так подрезаю и тут только мне здесь нужно чтобы не мешали другие растения так вот этот куст он более все таки подвержен я уже говорила об этом гересклет с белыми листочками тут с желтыми вот а тут вот тут больше любит белокрылка чем желтый окрас белый цвет ей нравится больше сама белая видимо ей белый цвет нравится вкуснее вкуснее ну в общем так ну сейчас маленький так чисто подровнять вот так немножко подровняю все все теперь это все идет одна луна вот тут еще немножечко вот так вот так тут еще присмотрелось тоевик пошел на елочку расти и вниз и вниз я наверное эту веточку вот так уберу здесь частично уберу вот так очень красивое хвойное растение то что идет на землю тоже уберу вот так вот так вот здесь вот здесь тоже веточка прилегла поэтому я ее обрежу полила этот участок в порядок поливаю полила этот участок полила весь сад сейчас распогодилось опять тепленько теперь только днем будет тепло ну что пройдемся по этому участку который я сделала последний раз я его вам показывала в мае когда все подстрела и тогда я выложила видео со всеми названиями сейчас буду показывать поближе растения которые здесь посажены вот так эта клумба издалека выглядит и буду подписывать как это все называется барбарисы я недавно стригла напишу опять вам все названия такие стрижки вот стрижки вот такая вот здесь растушка это нандина смотрите у нее здесь был цвет я показала а теперь вот такие плоды ну по всей видимости с семенами и листочки пошли опять красные скоро я наверное его тоже буду как-то формировать это крипто мере так вот она на ножках стоит все в порядке ничего тут не наросло особенно кроме верхушки вот тоже ножка филипфера нано это елочка у нас название буду писать такая уже подушка получается это сосна ворела тоже в этом году хорошо подросла уже такая шапочка у нее образовалась этот ряд ель с красивыми шишками розовыми по весне татуевик он у него особенность такая очень необычная хвоя крупные такие даже не хвоинки а не знаю какие-то листочки такие хотя это считается хвои тоже это сосна все буду писать чтобы не ошибиться я тоже ставила ее на ножку вот она ножка все лето вот так вот росла очень хорошо себя чувствует там дальше помилил тоже сосна и тоже я ее ставила на ножки дальше туевик варигатный вот он начался проявлять варигатность видна предыдущий зеленый туевик а этот такой вот с белыми вкраплениями там камнеломка за ним я просто воткнула мне там выдернулся кусочек и вот она так разрослась вот это только дальше тоже это елочка из подушка видных тоже маленькая безвременник красивый здесь у меня посажены седумы вот уже цветение началось этот седум очень красиво весной розовыми такими листочками выходит вот седум цветение желтая листья сизые но распадается мне нравится вот этот седум напишу вам название смотрите и цветение получается такое яркое и листья очень яркие и самое главное не распадается вертикально так стоят эти все веточки так это бересклеты сегодня я их немножко подравняла и вот еще кипарисовик на штамбе вот такая это клумбочка сейчас осенью вот так она выглядит красиво красиво ярко 4 месяца назад я за ней ухожу ну потом сорняки конечно прорывала но вот и сейчас она выглядит так мне нравится результат который я достигла не зря я камни вкапывала не зря я делала дорожки и не зря я стригла свои растения на этом все на сегодня газон подстрижен здесь привела в порядок на этом все сегодня не знаю не обещаю что буду выходить каждый день теперь по настроению по необходимости необходимости такой уже нету осень поэтому все делаем не спеша потихонечку все до встречи 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 inski все а все все Продолжение следует...